Приветствую вас. Начать нужно, наверное, с того, что спросить. В реальной жизни, именно в реальной жизни, мужчина вас унижает? Если в реальной жизни мужчина вас унижает и делает это только в сексе, то это, как и сказал одно из моих коллег, всего лишь конкретные предпочтения мужчины, и не более того. Это не природа мужика доминировать и подчинять. Здесь вы, на мой взгляд, несколько необоснованно обобщаетесь. Это просто потребность конкретного мужчины вести себя определенным, конкретным образом. Дальше. Воспринимаете ли вы это, то, что мужчина делает, как унижение? Если да, то почему? Это очень важный момент. Потому что унижить человека, как такового, нельзя. Унижить можно только сам человек. Сам себя. Сам себя, как можно унижить достаточно легко. Но вот другой унижить. Человек, человек, к счастью, к счастью или не к счастью, не может. Вот. Другой вопрос. Почему Вы чувствуете себя униженно? На этот вопрос, на мой взгляд, можно и нужно найти ответ. То есть, в чем вы, принижаете себя, если, принижаете себя? В чем вы принижаете себя? Что, есть возможность, у кого-то, вас, в том числе, у, вашего, мужчины. На мой взгляд, как вы, я надеюсь, уже поняли, это требует разбора, это требует анализа, это требует коррекции, требует корректирования. Скажем так. Следующий. Вы пишите. Неужели для того, чтобы стать счастливой женщиной, нужно давать себя унижать и полностью подчиняться мужчине? Мне кажется, что здесь, вновь, все дело в некотором обобщении. Причем, обобщение самое грубое, потому что, если вы и подчиняетесь мужчинам, то, ну, вы это делаете, наверное, все же не полностью. Ну, то есть, почему, почему вы, как говорите, полностью подчиняться мужчинам? Не очень, честно говоря, это понятно. То есть, то же подчинение в том же сексе, да, ну, не может быть полным. Другое дело, если вы, например, себя так чувствуете, другое дело, если вы чувствуете, что подчиняетесь полностью. Ну, это уже детально, это вопрос про то, как вы организовываете свои отношения с мужчиной. Потому что, ну, в конце концов, с мужчин, вы знакомы не первый раз, и вы знакомы не первый день, точнее. И, соответственно, на мой взгляд, ну, вы несете некую ответственность за то, какие у вас с ним отношения. Поэтому, ваши претензии, ваши претензии к нему выглядят несколько, ну, скажем так, странно. Я бы сказал. Я бы сказал. Дальше. А, следствием. Негатив не связано с унижением. Суббота. Это... Обратная вещь. От слова секси. Слово секси. Слово секси. Слово секси. Женское, именно женское счастье с унижением не связано никак, но вы, судя по всему, свое счастье сводите к женскому. И именно поэтому, возможно, мужчина вас не унижает. Конечно, дело здесь не только в этом, но это одна из причин. В том, что вы позиционируете себя, вероятно, только как женщину. А вот личность, человеческая сторона вопроса, здесь отходит на второй план. А то и на больше, а то есть, ну, то и на более, то и на второй, а на еще больше план. И это нужно, в этом нужно отдавать себе отсчет. Это нужно учитывать. Поэтому по факту глобально ситуация получается такой, что вы как бы спрашиваете нас, почему мой мужчина меня унижает. Но ведь ваш мужчина, это ваш выбор. И вы, в первую очередь, ответственны за то, кто вас окружает. Вы, если не считаете, что мы, что вас можно, так скажем так, унижать, да, если вы не согласны с этим, с тем, что вас можно унижать. То, ну, совершенно очевидно. Что-то с этим нужно делать. То есть, совершенно очевидно, что... Нужно отстаивать свои интересы. Нужно говорить, человеку нет. Если вы... Если вы... Ну, если вам... Не нравится... Не нравится... А если вы этого не делаете... То... То... Чего бы тогда мужчине вести себя по-другому... Вести себя по-другому... Сам... Ну, он... Можете не вести себя по-другому... Конечно, может вести себя по-другому... Но... Можете не вести... И... Вот вы уже... Решайте сами... Будете ли вы ждать, пока... Мужчина... Сам до чего-то... До чего-то... Дойдет... Или... Все-таки... Возьмете, образно говоря... Ситуацию в свои руки... Ситуацию в свои руки... Коль вам... Не по-другому... Не по-другому... То, что происходит... Поймите правильно... Поймите правильно... Вам... И не должно быть по-другому... Вопрос в том, как вы реагируете... На... На... Вот... В принципе... То, что... Я хотел вам... Сказать... А... В целом, у меня сложилось такое ощущение, что у вас... Несколько... Занижена... Самооценка... Несколько... Несколько... Ну, несколько занижена... Самооценка... Что он мне так показал... Вот... И... Соответственно... При необходимости... Ее нужно... Повышать... Повышать... Самооценку... Я имею ввиду... Естественно... Если у вас есть... Желание... Это делать... Это делать... Потому что... Если, например, вы не хотите... Этим заниматься... Заниматься... То и... Помочь вам... Что-то... Тоже... Не получится... Ну, правда... Туда возникает вопрос... Зачем вы... Вообще... Написали... Этот текст... Вот... Чувствует... Что вы хотите... Перебросить... А... Ответственность... За... Принятие решения... На... Другого... Но не на себя... Подумите об этом... На этом все... Я надеюсь, что помог вам... Если понравился мой ответ... Буду благодарен... За его оценку... В качестве лучшего... Желаю вам всего самого доброго... И удачи!